Здравствуйте, дорогие друзья! Рада вас приветствовать на нашем канале, посвященном виноградарству и виноделию. Зовут меня Светлана, я биолог по образованию винограды и по призванию. С нами выращивание виноград и виноделия понятно и доступно. Сегодня мы с вами поговорим о секретах приготовления хорошего и качественного вина. Конечно, ролик больше рассчитан на начинающих виноделов, тем не менее и постоянным зрителям тоже здесь найдется полезная информация. Итак, первое, что должны запомнить новички. Если мы хотим научиться делать вино, если мы хотим делать хорошее и качественное вино, мы забываем о советах бабушек, мы забываем о советах соседа, мы забываем о всяких байках, типа вот там тяжелое вино, туда надо воду добавлять, все остальное, рецепты, мы обо всем этом забываем. У вина есть технологии, применимые одинаково ко всем сортам. Следующий момент, вино рождается на винограднике. Наверняка вы слышали такую фразу, так вот, для приготовления хорошего и качественного вина нам нужен хороший и качественный виноград. Хотя тут есть нюансы, если вдруг ягода по каким-то причинам не добрала нужные нам кондиции, то кое-что можно исправить. Конечно, мы не волшебники, простите, из Г конфетку сделать невозможно. Но некоторые параметры улучшить, да, это реально, и об этом мы сегодня тоже поговорим. Также мы должны понимать, что в виноделии есть два основных подхода. Есть промежуточные, но мы сегодня это не затрагиваем. У нас есть виноделие по красному способу и по белому. По красному это брожение со шкурками, со шкурками, с косточками, да, с выдержкой на месге. По белому, когда мы сразу отжимаем сок и ставим его сбраживать. То есть, сразу оговорюсь, независимо от цвета винограда, мы можем использовать ту или иную технологию. Во-первых, в зависимости от того, какой результат мы хотим получить, какое вино мы хотим получить. А второе, в зависимости от кондиции винограда. Об этом тоже буквально через пару минут. Итак, для приготовления вина нам нужен хороший, качественный и спелый виноград. Особенно для приготовления красных вин. Как определить спелость? Мы ее определяем по косточке. Косточка должна быть коричневой, причем не только ее спинка, но и хвостик. Такая косточка говорит о том, что виноград полностью созрел и полностью готов для приготовления вина. Также оговорюсь, что по некоторым темам, которые мы сегодня обсуждаем, здесь мы обсуждаем поверхностно. Есть отдельные ролики, где все это можно посмотреть более углубленно. Под видео в описании. Нажав кнопку еще, я ссылки вам оставлю. Значит, спелость винограда особенно важна для красных вин. У красной технологии, если мы будем спрашивать на мезге. В случае, если по каким-то причинам наш виноград немножко недозрел, вот я хочу, чтобы меня сейчас правильно услышали, немножко, не зеленый виноград, а именно чуть-чуть недозревший, чуть-чуть он не дотянул, тогда мы либо сокращаем время водички на мезге, либо вообще делаем вино по белому. Неважно, красный это виноград, либо белый, мы отжимаем сок и ставим его сбраживать. Потому что в недозрелом винограде ароматические вещества тоже будут такие недозрелые, и, соответственно, вино потом может быть с неприятным привкусом. Поэтому, первое, не спешите снимать ягоду, но если вдруг по каким-то причинам что-то пошло не так, то подбирайте нужную и правильную технологию. Следующий момент, в винограде должно быть достаточное количество сахара. Измеряется оно специальным прибором. Все вот эти вот, а я определю на вкус, определить на вкус может только очень опытный винодел, который много лет с этим сам работает. Да, у него вкусовые рецепты хорошо развиты. Новичок не определит, потому что ощущение сладкого вкуса зависит не только от наличия сахара, но и от наличия кислоты. Если виноградной ягоди кислоты много, то вам она будет казаться более кислой. Вы будете думать, что сахара там мало, и по рецептам сыпать. Нет, у вас может быть более чем достаточно сахара, поэтому измеряем прибором. Для виноделия достаточно, чтобы было 18% сахара. Даже 17% для некоторых нет. Все, с этой цифры мы можем начинать работать и добавлять сахар. Мы можем только в случае крайней необходимости, если мы понимаем, что мы хотим больше алкоголя. Как рассчитывается алкоголь? Процент сахара умножается на коэффициент 0,55. Получаем итоговую цифру алкоголя. Вот вам на экранчике информация. 17% сахара, что в итоге мы получим. А в итоге мы получаем более 9% спирта, что вполне достаточно для легкого вина. Но добавление сахара – это далеко не самый лучший способ повышения крепости напитка, ну и, скажем так, повышения качества нашего сырья. Для того, чтобы повысить сахар в ягоде, есть другие способы. Да, они более трудозатратные, тем не менее, они более качественные. Значит, если мы будем выдерживать виноградную ягоду при температуре примерно 40-45 градусов, то где-то за сутки, за двое мы можем повысить сахар от 2 до 4%. Это достаточно много, и не надо ничего досыпать. А при этом, смотрите, потеря влаги будет не такой большой. А знаете, за счет чего происходит повышение сахара? За счет сгорания кислоты. Кислоту, которой так боятся многие начинающие виноделы, можно превратить в сахар. Всего лишь вот таким способом. Где все это держать? Было бы желание. Теплый пол, инфракрасные коврики, баня, вариантов много. Тоже есть отдельный ролик. Пару лет назад я пробовала такую технологию, и я вам скажу, что качество вина повышается в разы. Надо чуть-чуть приложить усилий. И мы уже коснулись темы кислоты. Вот новички прям очень-очень боятся, особенно такой виноград, как Изабелла. Ай-яй-яй, там много кислоты. И вообще сухое вино кислое, и кислоту надо разбавлять в воду. Нет, кислоту не надо разбавлять в воду. Буквально минуту назад я вам сказала, что кислоту можно превратить в сахар. А еще кислоту можно превратить в спирт. Как? Очень просто. Есть такой метод приготовления вина, называется карбоническая мацерация. В этом сезоне покажу, как это я делала на практике. Суть заключается в том, что брожение идет в целых ягодах. И в таком случае кислота химически превращается в спирт. И вам не надо никакой воды и сахара. Ловкость рук и никакого мошенничества. Более того, если виноград несколько подгнивший, то карбоническая мацерация это тоже замечательный способ винификации винограда, потому что в таком случае не происходит окисление сусла из-за этих самых гнилей. Конечно, вспоминаем то, с чего я начала сегодняшний разговор, что для хорошего вина нам нужен хороший и качественный виноград. Но, к сожалению, бывают какие-то непредвиденные обстоятельства, когда сырье наше не совсем соответствует нужным параметрам. И в таком случае можно немножко поколдовать. Но, опять же, несколько гнилых ягод. Это одно, если весь виноград погнил. Не надо уже с ним возиться. Из топора кашу не сваривают, несмотря на сказку. Следующий момент. Наверняка некоторые слышали, что в винограде есть такой процесс, как окисление. Когда при соединении с кислородом образуются новые вещества, не всегда для нас хорошие. При этом красные вина теряют несколько свой цвет и переходят в такой кирпичный, коричневый. Вина белые. Здесь под белыми винами я имею в виду вина из белых ягод. Они становятся коричневыми, они становятся такими неприятными по цвету и может быть не совсем приятный вкус. Вот это процесс окисления. Красные ягоды, они больше защищены от этого самого окисления, а вот белые защищены меньше. И, кстати, вот гни, о котором мы говорили, в ней тоже есть окислительный фермент, который очень сильно способствует вот этому самому окислению. И, например, если вы решили делать вино из белого винограда, пусть даже вы его делаете по красной схеме, но несколько огнивших ягод, о которых вы не уследили, будет достаточно для того, чтобы, ну пусть не совсем испортить, все же несколько подпортить ему и внешний вид, и вкус. Кроме того, некоторые сорта винограда, они как бы более подвержены этому самому окислению. Чтобы этого избежать, мы можем работать с низкими температурами. То есть ягоду надо охлаждать, ягоду давить при низких температурах, и чем она ниже, тем лучше. А также некоторые виноделы, многие виноделы добавляют для этого серу. Ну, это вопрос, как бы, кто-то хочет добавлять, кто-то не хочет. Лично я, скажем так, противник этого, да, хотя не являюсь радикальным, нет и нет. Если есть необходимость, то, конечно, можно добавлять. Но можно работать и другими методами, и другими инструментами. Итак, чтобы избежать с окислением. У нас есть такой инструмент, как температура. Либо мы используем очень холодную, либо очень горячую. Обработка гроздей паром, либо горячей водой, почти кипятком, убирает вот этот самый окислительный фермент в ягоде, и окисление у нас не происходит. Тоже этот метод мною опробован, этот метод работает, и очень хорошо себя зарекомендовал. Ну, а всегда ли нам нужно бояться окисления? Повторюсь, оно больше характерно для белой ягоды, либо для мускатной ягоды. Вот если вы работаете с мускатами, особенно светлыми, то подумайте либо о низких температурах, либо о таком нагреве. Дальше. Для того, чтобы получить качественно хорошее вино, нам надо как можно скорее запустить процесс брожения. Я не беру определенные технологии, когда идет так называемая холодная мацерация. То есть там идет настаивание ягоды и сока без брожения. Это мы отметаем. Мы берем стандартные методы, когда мы ягоду подавили, либо выдавили сок. Вот чем быстрее он забродит, тем лучше. И у нас здесь есть два варианта. Мы можем использовать культурные дрожжи, которые продаются в магазинах. Но это именно винные дрожжи, не спиртовые, не хлебопекарные. Вот это все, забудьте. Есть специальные винные дрожжи, и их мы будем использовать, если есть на то необходимость. Второй вариант – это закваска. То есть примерно за неделю до того, как мы собираемся ставить основную массу вина, мы берем буквально пару гроздей, их давим, ставим на брожение. Потом просто эту закваску добавляем в сусло, и у нас нет вот этих вот проблем. Ай-яй-яй, мое сусло не бродит. Вот сейчас начнется сезон, да, и посыпется куча комментариев. Ай, у меня день стоит, не забродило, что делать. А у меня два дня, не стоит, не забродило, что делать. На самом деле вино, самопроизвольное виноградное вино, примерно на третьи сутки уже показывает тактильное бурное брожение. Если мы добавим закваску, оно начнется гораздо раньше. Тоже отдельный ролик по закваске, есть ссылку оставляю. Следующий момент касательно выдержки на низге. Вот опять же забываем то, что вино там будет тяжелым, его надо разбавлять водой и все остальное. Вот чем дольше вы держите сусло на низге, чем дольше оно бродит на низге, тем вино будет плотнее, равно тяжелее для некоторых. Поэтому, если мы хотим легкое вино, мы держим на низге мало. Если мы хотим более плотное, более насыщенное, мы держим на низге долго, пока она не осядет вниз. То есть вот этот вопрос, а сколько мне держать? А у меня вот такой-то сорт, сколько мне держать? Сколько хотите, в зависимости от того, какой результат вы хотите в итоге получить. И еще момент, который нужно учитывать, то, что я тоже говорила в начале ролика. Если ягода не совсем дозревшая, мы держим на низге очень мало. Вплоть до технологии по-билому. Если ягода хорошо созрела, мы можем себе позволить держать на низге долго. Следующий секрет, это температура брожения. Смотрите, если у нас сусло бродит на низге, особенно красное, то хорошо, чтобы температура была примерно 25-27. Именно при этой температуре наиболее извлекаются вот эти все красящие и вяжущие вещества. Если мы хотим получить тонкую ароматику, если мы работаем с белыми сортами винограда, если мы работаем с мускатными сортами винограда, то чем ниже температура, тем лучше. Вообще вот чем ниже совсем, тем лучше. У нас было, чтобы бродило при 5-6 градусах. Ну, все же зависит от ваших возможностей. У кого-то есть погребок, где всегда 15, у кого-то есть веранда неотапливаемая, и на улице становится прохладно, на улице градусов 10, вот туда выставили, и пусть оно бродит. И чем медленнее оно будет бродить, тем лучше. То есть, опять же, в зависимости от того, что вы хотите получить в итоге. Красное насыщенное плотное вино – это более высокие температуры. Тонкие, нежные, элегантные, ароматные вина – светлые, мускатные – это все низкие температуры. И да, при таких температурах дрожжи могут бродить и прекрасно бродят, только не надо им мешать. И брожение может идти долго. Запомните, самое основное в виноделе – это выдержка. Не вина, а винодела. В виноделу надо набраться терпения, и оно будет вознаграждено. Также очень важно понимать стадии брожения. Вначале идет бурная стадия, когда активно выделяется пена, активно булькают затворы, либо поднимаются перчатки и вам машут. Затем брожение, когда остается немножко сахаров, переходит в медленную стадию, и оно уже меньше заметно. Если мы используем нормальные человеческие затворы, затворы по типу сообщающихся сосудов, то мы это брожение видим. Если мы используем перчатки, то, как правило, перчатка упала, что делать? Ничего не делать. Наблюдать за вашим вином и понимать его стадии. Это не значит, что она уже отбродила. Это не значит, что там процессы остановились. Просто они замедлились. Особенно если у вас, например, вот такая емкость, и вы налили половину, то уже выделяемого углекислого газа недостаточно для того, чтобы перчатка вам махала. Сомневаетесь, перелейте в другую посуду, оставьте немножко, немножко до верха, и оденьте перчатку плотно. А вообще используйте затворы. И буквально недавно было в комментарии такое возражение, что мне негде купить. Интернет-торговля сейчас развита абсолютно везде. Поймите, это удобство для вас. Это информативность для вас. В любом случае наблюдайте за поверхностью. Если на поверхности есть пенка, это значит, что вино бродит. И не надо ему сахар сыпать, снимать с осадкой, либо делать что-то еще. Все с ним хорошо. Как понять, что брожение закончилось? Это в сусли становится абсолютно спокойная и гладкая поверхность. Без пенок, без таких вот слюнок. Вот когда еще такие, кажется, как слюнки маленькие плавают, это значит, что еще последняя стадия брожения идут. И можно попробовать. Если вы ощущаете легкое покалывание на языке, легкие такие вот пузырьки, опять же это говорит о том, что вино еще бродит. И не надо с ним ничего делать. Бродит долго, замечательно. Значит, у вас получится хороший, качественный продукт. Из нашего опыта скажу, последние два сезона наши вины бродят до лета. Мы их оставляем в деревенском доме. Там наступает осень, наступает холода. Мы уезжаем, там прохладно. Все это стоит. Мы ничего не трогаем. Потом к весне, к лету процессы заканчиваются. Мы снимаем с осадкой, начинаем пробовать эти вины. И поверьте, что качество этих вин стали в разы лучше, чем то, что мы делали раньше. Там, где мы торопились. Нить это веду. Следующий момент, который происходит с виноградными винами, это яблочно-молочное брожение. Когда вот эта резкая кислота, такая неприятная, превращается в... Эта яблочная кислота превращается в более мягкую, молочную. Опять же, для вот этого брожения оно может идти очень долго. В зависимости от того, сколько вот этой кислоты яблочной находится. И оно оптимально идет при 20 градусах. Поэтому, если вы... Вот у вас стояла виновка, в комнате, да, вам показалось, что оно отбродило, вы его на холод тут же перенесли, то яблочное-молочное брожение может там не случиться. И ваше вино будет кислым. Если мы дадим всем процессам нормально завершиться, то вино будет мягким и приятным. И даже если там останется кислота, то это будет норм... О, кисленько-вкусненько, да? Они так... Ай-яй-яй, какая кислота! Поэтому мы убираем все терпение. И опять же, как понять, что вот это яблочно-молочное брожение идет, вот для этого вам очень хорошо будет иметь вот этот самый затвор, по типу сообщающихся сосудов. Потому что там чуть-чуть будет сдвинут уровень жидкости. И это будет говорить о том, что небольшие выделения обликислогаза идут. И понять, что оно есть, вам будет гораздо-гораздо легче. Следующий этап работы с кислотой это выпадение винного камня. Происходит оно при низких температурах. Вот когда у нас яблочно-молочное брожение прошло, завершилось мы вино. Если у нас есть такая возможность, выносим на холод. От температуры до минус 4. Но если у вас просто есть прохладное помещение, там вино стоит, пусть иди там стоит. Под действием низких температур винная кислота связывается с калием и выпадает в осадок, так называемый винный камень. И таким образом количество кислоты опять же уменьшается. И смотрите, чем кислее изначально ваш виноград, чем кислее вот ваше вино, не надо забивать это сахаром. Просто ему надо больше времени для того, чтобы стать вкусным. И оно станет обязательно вкусным. Даже уже на крайний случай есть так называемые химические раскислители, но не спешите, пожалуйста, их применять. Не портите ваше вино. Кислота – это основа вина наравне со спиртом и наравне с ароматикой. Это вот три таких кита, можно сказать, на которых держится вкус вина. Поэтому не спешите хотя бы до весны. Дайте вину пожить и прожить своей жизнью. Только после этого, если вы понимаете, что вам вот прям очень хочется эту кислоту уменьшить, тогда можно принимать некоторые меры. то есть еще раз набираемся терпения. Следующий момент – снятие с осадка. Опять же, все народные рецепты говорят о том, что если вы с осадкой не снимете, вино затухнет, там и тра-та-та-та-та-та. Байки. Если вино затухает, то у него другие проблемы. Но это с осадком никак не связано. Смотрите, какой момент. Если у нас вино красное, мы держали его на месбе, на шкурках. Когда мы снимаем вот с этих самых шкурок, если мы сделали это аккуратно, если мы пропустили там через… можно фильтровальные ткани использовать, да, то есть не через грубый дуршлаг, а аккуратненько все это, скажем так, отсыдили, то осадок у нас будет абсолютно небольшой. И снимать с осадка вино достаточно вот один раз, когда у нас вино полностью отбродило, ну а потом следующее, когда у нас выпадет винный камень, два, ну три раза за там месяцев девять. Этого вполне достаточно. Вот эти бесконечные снятия – это глупости. Там и выпадать особо нечего, если мы аккуратно со всем работаем. И более того, мы лишаем наши дрожжи питательных веществ. Единственный случай, когда происходит частое снятие с осадка – это технология приготовления игристого астии спуманта. Там все время в него оклеивают и все время снимают с осадка, лишая дрожжей, питательных веществ, и уменьшая количество этих самых дрожжей. И все, больше нам в этом необходимости нет. Ах, да, еще один случай. Особенно если мы делаем белые вина, если мы делаем ароматные вина, бывает так, что сусло бродит очень сильно, и прям вот огромная пена. Опять же, если используете перчатки, перчатки рвутся. Все это идет через горло. Не надо нам такое бурное брожение. В таком случае мы снимаем с осадка. И понимаем цель. Мы уменьшаем количество дрожжей, мы уменьшаем количество питательных веществ и брожение замедляем. Но в этом наша цель. Потому что ароматные вина, тонкие вина, легкие вина, уже мы с вами говорили, должны бродить медленно. Ну, конечно, прослушав все это, вы можете мне возразить, ну, все классно, да, все хорошо. Но мы не хотим ждать год, мы не хотим ждать месяцев девять. Мы хотим вот пить вино на Новый год, а то и раньше. Что в таком случае? Нет, ребят, не вода и сахар. В таком случае вам просто нужно задуматься о подборе сортов, которые хороши именно в молодом виде. О подборе сортов, у которых невысокая кислота. И в принципе, опять же, возвращаемся в начало. У нас должно быть хорошее сырье. И подходящее сырье. Если у вас вот виноград ежегодно кислый, и вы с ним мучаетесь и без конца вот эту вот там воду и сахар сыпите, а зачем вы растите такой виноград? Сейчас выбор сортов огромнейший, с ранними сроками созревания, с низкой кислотой. Те, кого можно пить, вот они отбродили, можно не ждать, пока все процессы пройдут. Вино будет вкусное уже в октябре, в ноябре. Просто посадите другие сорта и все. Получите классное, вкусное вино, которое будет вам нравиться. И еще такой момент. Опять же, правильно подобранная технология. Мы с вами немножко оговорили в зависимости от качества сырья. Ну и каждый сорт, он тоже индивидуален. И кто-то хорош по красному, кто-то хорош по белому, кто-то хорош по розовому, а кто-то хорош в игристом. Вообще ароматные, например, прибалтийские сорта. Из них хорошее вино и так получается сухое. Но в игристом они идеальны. В игристом они раскрываются просто шикарно. И даже буквально недавно получила такую обратную связь от нашего подписчика. Он попробовал сделать игристы из минского розового. И вот рассказал, что в сухом варианте минский розовый, ну так себе ни о чем. А игристое получилось очень классное, очень ароматное. О чем это говорит? О том, что подобранная технология это, ну, наверное, 50% успеха наравне с качеством сырья. И поверьте, что когда вы попробуете, вы потом скажете, почему я раньше так не делал, почему я раньше об этом не знал, да, и упирался в эти воды, сахара и все остальное. Ну, как подобрать эту технологию, здесь уже много чего индивидуально. Я уже оговорилась немножко, что вот ароматные прибалтийские сорта, они очень классны в игристых. Мускаты тоже классны в игристых. Но уже со всем остальным надо экспериментировать. И напоследок еще пару слов про сладкий вина. Потому что часто спрашивают, многие вот упираются в то, что мы хотим сладенькое. Просто, ну, большинство, честно, не пробовали хорошего сухого. Я вижу по своему окружению, что когда люди распробуют хорошее сухое вино, уже потом начинаешь сахар чувствовать, и уже сладенькое-то не то. Уже сахар начинает мешать. Но если вы все-таки хотите вина с остаточным сахаром, вот они так и называются, понимаете, вина с остаточным сахаром. Не с добавленным сахаром, а с остаточным. В таком случае, опять же, нам надо очень хороший, сладкий виноград. Сахар этот концентрируют. Виноград увяливают для того, чтобы получить много вот этого сахара. Либо добавляют, делают сухое вино и добавляют концентрированный виноградный сок. Опять же, не сахар, а виноградный сок. Для того, чтобы вот какой-то сахар был. Ну, это такой тоже из худших вариантов. Лучше это сахар концентрировать. Либо, когда мы понимаем, что вот вино побродило, и вот сейчас на этом уровне сахара мы хотим остановиться. В таком случае можно брожение останавливать. И если мы понимаем, что в этот момент алкоголя нам мало, мы просто доспиртовываем это вино. Вот такие технологии приготовления вин, в которых есть сахар. Ну, и тоже надо понимать, что сахар, я уже говорила, когда мы говорили о ягоде, восприятие сахара, это в том числе и восприятие кислоты. И если у вас кислоты много, если вы с ней не поработали до конца, то сколько бы вы сахара не досыпали, все равно ваше вино не будет вкусное. Все равно будет чувствоваться и то, и другое. И это не совсем хорошо. То есть в первую очередь надо работать с кислотой. И еще момент. Ну, вот решили вы, нет, я все-таки буду сыпать сахар, вот чтобы у меня было вино сладкое. Если в вине есть сахар, вину нестабильно. Его будут либо есть дрожжи, пока они могут есть, либо может кушать кто-то другой. И в случае, если мы хотим делать сладкие вина, нам их надо как-то стабилизировать. Либо химическими агентами. Они есть, специально продаются. Либо пастеризация. Все, иного способа нет. Просто вот если вы закрыли, ну, может стоять у кого-то. Но гарантий нет. И получить неприятный сюрприз тоже можно. Имейте это в виду. Ну, подводя итог, забываем про сахар, забываем про воду, осваиваем технологии, используем хорошее сырье, подбираем сорта под себя, под свой регион, в случае, если это необходимо. И набираем все терпение. Надеюсь, ролик был вам полезен. Большое спасибо за просмотр. Подписывайтесь, ставьте лайки, пишите комментарии под роликом, нажав кнопку еще ссылка на другие полезные видео. А также оставляю ссылку на плейлист, посвященный домашнему виноделию. Там очень много информации по различным этапам, по различным вопросам. И до новых встреч!